Ребят, всем привет! С вами Максим Шубин и сегодня у нас интеллект батл! Померяемся, так сказать, интеллектами с игроками, которые есть в этой игре. Поехали! Итак, здесь есть различные режимы. Это быстрая игра, профи-клуб и битва сильнейших. Я здесь играю без какого-то аккаунта, то есть это максимально все быстрая игра, а также бесплатная. Я играю на андроиде. В общем, поехали, быстрая игра нажимаем. Итак, 1000 игроков уже готовы сразиться с тобой. Прямо сейчас начни игру со случайными соперниками, с друзьями, либо с оффлайн игроками. Пусть будут у нас случайные соперники. В принципе, можно и оффлайн сыграть. Возможно, мы тоже сыграем оффлайн, но так будет, я думаю, интереснее, что из плюсов в этой игре, из плюсов, наверное, это все-таки игра бесплатная. Игра достаточно прикольная, головоломка, надо немножечко, так сказать, и мозг включить в этой игре. Ребят, не забываем ставить лайки, друзьям рассказываем, колокольчик нажимаем, подписываемся на канал. Итак, мы уже нашли каких-то соперников. Кого Винни-Пух уверял в том, что он не медведь, а туча? Наверное, пчел. Мне кажется, пчел он. Мне кажется, пчел он все-таки уверял в этом. Ответьте. Также здесь, ребят, есть подсказки, что тоже. Плюс ты не всегда знаешь ответы на эти вопросы. Все серьезно? Я единственный, кто ответил на этот вопрос? Вау, ребят, классно. Я единственный, кто ответил на этот вопрос правильно. Забавно. Вот здесь, в общем, есть подсказки 50 на 50 и помощь зала. Вроде как с бурей, в чем... А, по поводу ты. С бурей в чем сравнивают сильное волнение по ничтожному поводу? А в чашке чая, в пустыне. Буря в пустыне, в кружке... Я не знаю. Я просто не знаю, ребят. Я не знаю. В стакане воды никто не ответил правильно. Окей, так бывает. Никто не смог дать правильный ответ. Вопрос номер 2. Хотя, на самом деле, третий уже. Какое название имеет один из видов тканей? Месье Велюр. Пан Бархат. Синьор Плюш. Мистер Твит. Я не знаю, ребят. Берем подсказку. Берем подсказку однозначно. Ну пусть вот этот... Вот этот первый вариант. Я не буду повторять, потому что это... Ах ты, как ты. Слушайте, ладно. Ну, что могу сказать. Никто опять не смог дать правильный ответ. Что мы здесь конкретно подтупливаем в этих вопросах? На самом деле, реально нужно, ребят, включать мозг. Ребят, пишите в комментариях. На какие вопросы вы ответили правильно, на какие неправильно. Сколько у вас правильных ответов, сколько неправильных. Чем пользоваться в своей работе преподавателем? Наказкой, приказкой, заказкой, указкой. Ну, тут достаточно все просто. Серьезно? Серьезно? Два человека ответили неправильно. Они вообще учились в школе? Нет? Как бы у меня такой вопрос возникает. Алоис выбил. А, выбывать с игры. Окей. У нас осталось три. Да? У нас осталось три игрока. Какая цель у считавочки? Обучение арифметики. Перепись населения. Распределение игроков. Пересчет прибыли. Ну, я играл в такие штуки. Распределение игроков. И... Да, да. Это должно быть правильно. Да, ребят. Так, один ответил неправильно. Игрок 39. Слушайте, я прям по-прежнему в игре. Я по-прежнему еще могу... А, вот, кстати, выбывает. Ребят, все, финал. Финал, ребят. Все, финал. Один на один. Что в греко-римской борьбе спортсмен должен сделать с противником, чтобы была защитная чисто пледа? Поставить на колени, уложить на лопатки, перевернуть на живот, поставить... Слушайте, по-моему, уложить на лопатки, если я не ошибаюсь. Здесь как бы есть варианты. Да! Ребят, слушайте, я прям мощный. Высочный. Вроде даже не глупый. Победа твоя. Продолжи игру. Слушайте, классно. Слушайте, классно. Мне прям нравится. Мне прям нравится ощущать, что я вот что-то могу. Какой актрисе приписывают слова, если больной очень хочет жить, то медицина бессильна? Если больной очень хочет жить, то медицина бессильна? О, я не знаю. Вот прям вообще не знаю. Ну, пусть будет Фаина Раневская. Я не знаю, правда, это... Да, правильно! Ребята, подсказка, подсказка сделала свое дело. Так, держать! Молодец! Так, вопрос номер 6. Вопрос номер 6. Сколько лап у паука? Если не ошибаюсь, то 6. Если я не ошибаюсь, то 6. 8. 8? Я... Ну как-то... Я даже не согласен. Типа, я типа так думаю, блин, 8, 8, серьезно. Так, игра окончена. Выиграешь 1000 эмочек. Итак, друзья, у меня есть одна победа. В этой игре достаточно много рекламы, но в принципе можно купить випку, так сказать. То есть, чтобы не было рекламы, чтобы было все чистенько, классненько, круто. Но в принципе реклама не так уж сильно мешает этой игре. Так что вполне себе можно играть. Еще, ребята, хочется сыграть оффлайн. Я, честно говоря, оффлайн не пробовал еще, так что посмотрим, как там играть. Готово соперники найдены. Серега, Сахалин, Нурик, игрок 63. Что делал дед с золотым яйцом, снесенным курочкой рябой? Молотил, сдал ломбард, бил, пилил. По-моему, он бил. Хоть и не Эдвард, но тем не менее. Все правильно? Ммм, какие мы все умные. Окей, хорошо, хорошо. Все ответили верно, прекрасно, прекрасно, прекрасно. Что же дальше? Какие контрольные в школе не проводят? Четвертные, половинчатые, итоговые, годовые. По-моему, половинчатые не проводят, четвертные... Я давненько уже учился, на самом деле. Прошло, ну да, правильно, прошло уже сколько? Пять лет прошло. Шестой год уж пошел. Так что, Серега выбывает из игры. А мы не Серега, мы игрок 63, друзья мои. Что должен делать казак, чтобы стать атаманом? Работать, плясать, учиться, терпеть. Терпеть, ребят, естественно, терпеть. Не всегда батя говорю. Давай, терпи! Терпи, Макс, будешь атаманом. Давай, давай. Или там, как бы, казаком. Короче, не суть, не суть, ребят. Нурик выбывает из игры. Вопрос 4. Чем заканчивается произведение гугля «Ревизор»? О май гад! Я, честно говоря, не читал это. Стыдно. Не мой сцены. Судом. Подготовка к ревизии. Я правда не знаю ответа на этот вопрос. Наверное, судом. Я не знаю. Правда не знаю. О май гад. Я ответил неправильно, друзья мои. И что дальше? Ты кандидат на вылет. Поднажми. О, я кандидат на вылет. Так что, надо поднажать. В общем, давайте подожмем. Какой персонаж отсутствует в сказках носова, а не знайки? Тюбик, япончик, сиропчик, пончик. Оу. И как бы, и что? Япончик? Ну, пусть будет япончик. Я не... Да? Серьезно? Я сейчас не ожидал, ребят. Я не ожидал, правда? Вау. Вау. Так, у меня я кандидат по-прежнему на вылет. Но вот мы с Сахалем, так сказать, бьемся. В чем измеряется электрическое напряжение? В вольтах. Это я знаю физик. По физике, ребят, не было пятерка. Напишите в комментариях, какая у вас оценка по физике. Может быть, прямо сейчас. Может быть, вы уже закончили школу и какая была. Ребят, единственное, кто правильно ответил. Да, физика. Спасибо Эльвира Венемина, которая учила меня, между прочим, физике. Ребята. Так, не сгораема сумма 2000. Сейчас будет, да? Сколько человек изображено на настенной росписи Леонардо Винчи «Тайная вечеря»? Я не знаю. Вот прям не знаю, ребят. Я... Пусть будет 12. Просто самый первый. Я не знаю абсолютно. Нет. 13. Ааа, никто нет видео. Правильно. Ну, так даже лучше, на самом деле. Потому что мы по-прежнему еще как бы идем. Мы по-прежнему играем. Так, вопрос номер 6, ребят. Возможно, этот будет решающий вопрос. Точка на земной поверхности, относительно которой вся территория России находится строго на юге. Северный полюс, наверное, Е. Ну, логично было бы так предположить. Ребята, да! Есть! Это по... Ну, между прочим, я как бы играл, получается, с оффлайновыми какими-то ребятами. То есть, эти ребята заранее уже сыграли. Насколько я понимаю. И они как бы уже... Как бы не могли особо изменить. В каком виде спорта выполняется затяжной прыжок с лавом? Прыжки в воду? Легкая атлетика? Парашютный спорт? Мне кажется, в парашютном спорте такая... Может штука быть. Да, ребята, это правильно! Отлично, ребят. Между прочим, пишите в комментариях, ответили ли вы на этот вопрос правильно. Так, держать! Молодец! Оуе! Слушайте, я прям неплохо иду. Уже восьмой вопрос, ребят. Уже восьмой вопрос. В программу соревнований игр Олимпиады 1900 года были включены необычные соревнования на воде. Какие? Пробежка по дну, заплыв по собачьей со связанными ногами, заплыв под водой. Мне кажется, заплыв под водой... Это достаточно интересно. Необычно. Странно. Ребята, что я творю? Просто вот сейчас чистая логика. Просто какая-то непонятная, но логика сработала бы я. Вау! Мне понравилось. Мне понравилось. Вопрос девятый. Как называлась скамья, на которой в старину наказывали кнутом неродилых школьников? Коза, кобыла, корова. Оу, скамья. Пусть будет кобыла. Мне не знаю. Мне просто нравится это название. Я не знаю. Я правда... Че я делаю, ребята? Я... Просто рандом. Мисс... Месье рандом. Месье рандом. Мерси. Мерси. Вопрос десятый. Картина с каким названием Есть у Игоря Горобаря Поздняя осень, первый снег Осенний снег, сентябрьский снег Ооо Поздняя осень, мне нравится название Мне нравится название Нет, сентябрьский снег, ребят, сорян Но надеюсь, все-таки вам понравилось Если так, почему не поставите лайк, подписывайтесь на канал Колокольчик нажимайте Друзьям рассказывайте, пишите как можно больше Комментариев, люблю почитать ваши комментарии Также, друзья мои, подписывайтесь на канал С вами был Максим Шубин, всем удачи И до скорой встречи